добрый день дорогие друзья приветствую всех на нашем канале в этом видео я хочу показать вам дорогу в некресский монастырь о котором я рассказывал вам предыдущем видео когда показывал гостиничный комплекс бурки в кварельском районе где мы оказались вместе с хвичей и татья николей швили и снимали фрагмент нашей туристической программы о поездке в кахетию так и называется наша программа регионы и в данном случае мы рассказываем о кахете сняты у нас уже и другие эпизоды и завтра еще будет одна небольшая досъемка ну а вот это дорога в некрессе на кресском монастыре я давно не бывал и вот очередной мой визит уже состоялся после большой реконструкции с 2000 2008 году по 2010 год вернее с 2008 по 2010 проводилась большая реконструкция этого комплекса все изменилось уложена новая дорога но тем не менее хочу сказать что эта дорога тоже очень крутая и сложная для автомобиля вот я не знаю насколько видео передает вот этот угол наклона который пришлось нам преодолеть если вот сравнивать то некоторые участки этой дороги по своей крутизне до по углу подъема похоже на дорогу ведущую на крепости нарекала в твилиси вот если вот так вот сравнивать для многих туристов которые побывали в твилиси вот я думаю это сравнение будет очень таким кстати но на кресе это исторический и археологический памятник как эти расположен между городом кварели и населенным пунктом шилда прямо у подножия гор большого кавказа на территории находится на недействующий на креске монастырь который по историческим данным по документам историческим был основан в шестом веке на кресе известен известен как никогда процветающий древний город в 80-х годах были там работали археологические экспедиции которые и выявили различные особенности этого поселения но конечно же из-за густого лесного ландшафта его размеры размеры неизвестны несколько круглых сооружений которые были обнаружены они датированы уже поздней античностью и кстати были обнаружены следы землетрясений и сильных разрушений на кресе позже уменьшился до размера деревни или нескольких деревень уже восьмом веке его главный монастырь продолжал функционировать но сам город был поглощен лесом и постепенно исчез из исторической памяти до своего повторного открытия уже современными археологами кстати на территории на кресе расположена древняя винодельня а также конечно же есть там храм огня и самая известная базилика чабука ури и долл о чо пи на кресе иногда называют в документах исторических нелкарисе или нелкари и упоминается он в ранних средневековых грузинских хрониках как царские царская резиденция в кахетии на самом востоке исторической области вот такие вот интересные данные по поводу на кресе мы тем временем уже приехали сейчас я остановлю с нами был путник сотрудник этого комплекса который помогает тамошним священнослужителям потому что монастырский комплекс действует но тем не менее здесь еще и такие мирские миряне тоже находятся которые вот какую-то техническую помощь оказывают и мы сейчас припаркуем автомобиль и отправимся уже на небольшую экскурсию правда скажу вам по секрету что погода сильно портилась и через минут 20-25 полил дождь но мы все быстренько оперативно сняли записали получили большое наслаждение красотами и покинули эту территорию спустились уже к варели и переехали в курджанский район а на следующий день узнали что там и особенно в деду плитскару бушевала стихия которая с корня повырывала деревья повалила деревья попортила автомобили полетела кровля с жилых домов и были потоплены первые этажи зданий сельскохозяйственные угодья но на следующий день на концу дня уже так как было очень жарко все высохло и все нормализовалась до встречи спасибо за внимание